13.05 в Кирове. Это программа «Итоги года». У микрофона работает Светлана Занько, а «Итоги года» мы сегодня подводим с Фёдором Сураевым, заместителем генерального директора Кировского молочного комбината, депутатом областного законодательного собрания. Фёдор, добрый день. Здравствуйте. Обычно мы здесь с вами встречаемся в режиме программы «Особое мнение», «Разворот на бизнес», но в конце года, безусловно, необходимо поговорить о том, как это работало предприятие, насколько вы довольны результатами, какие факторы повлияли на его развитие, с какими проблемами вы, возможно, столкнулись, потому что текущая экономическая ситуация не оставляла вас в покое. В течение года мы тоже об этом говорили. Достаточно сказать про провал в молочной отрасли зимнего периода, когда очень сильно упали закупочные цены на молоко, и была большая проблема. Это здесь мы в эфирах обсуждали. Но начнём, наверное, мы всё-таки с хорошего. Новый год же всё-таки на носу. Фёдор Васильевич, в преддверии Нового года Кировский молочный комбинат запустил новый молочный продукт. Расскажите об этом. Новый молочный продукт – это наш питьевой йогурт «Вишня-черешня» с изумительным вкусом. Всем он очень нравится, мне в том числе. Я думаю, будет пользоваться большим успехом у жителей нашего города и региона. По мне, так продукт удался. А что заставляет производители запускать новые продукты? В частности, вот этот питьевой… Мы сейчас бизнесовую тему разбираем в том числе. В частности, вот этот питьевой йогурт – это что такое? Это фантазия и желание технологов? Это фантазия и желание директора, заместителя генерального директора? Или это рынок диктует такие продукты? И тут же можно перейти на тренды, которые существуют сейчас? Ну, скорее всего, это диктует рынок, потому что, наблюдая, допустим, снижение потребления традиционных молочных продуктов, наблюдается в то же время увеличение потребления вот как раз таких, так скажем, нетрадиционных… Для России. А для России традиционно молоко, кефир, вяженка. Сметана, творог, да, вот это всё. Вот, а питьевые йогурты, тем не менее, показывают рост в продажах и рост в потреблении. Вот, и мы также заметили, что, так скажем, снижается интерес к нашему йогурту с персиком, вот, и мы решили добавить новый вкус. Снижается интерес к йогурту с персиком? Ну, только моей дочери не говорите об этом. Хорошо. Я надеюсь, вы не ликвидируете этот продукт? Нет, мы, конечно же, его оставим. То есть, даже такие нюансы вы отслеживаете? Да, да, и более того, мы планируем в следующем году ввести ещё два новых вкуса у нас на подходе. И это тоже нетрадиционный для России вкус? Это какие-то экзотические? Нет, все вкусы как раз традиционные для наших широт, для, ну, северных широт. Вот, и вишня, черешня, это тоже, в принципе, такой традиционный вкус у нас. И, ну, вишня произрастает, да, черешня чуть южнее. Вот, но это будет маленький секрет, о нём мы расскажем в следующем году. Клюквая брусника. Не угадали. Мой заказ, это мой заказ. Хорошо. Какие продукты всё-таки составляют сейчас базовую линейку производства и дают наибольший оборот? Ну, это традиционное молоко, питьевое молоко, и это сметана, творог, кефир. Ну, и там дальше кисломолочные продукты, они уже не такой большой день занимаются. Очень важно поговорить о спросе и о выборе покупателей. И в этих продуктах был период, когда все бросились покупать продукты с пониженной жирностью. Но учёные разных стран, в том числе и британские, в последнее время нам говорят, что не нужно этим увлекаться. И у меня ощущение, что люди стали возвращаться снова к традиционной жирности. Там сметана 18-20%, и молоко 3,2% традиционное, а не 0,2%, как раньше. А вы что замечаете в этом смысле, в этом спросе? Ну, хотел бы своё мнение для начала обозначить. Я тоже считаю, что всё это уловки маркетологов, якобы говорящих о том, что продукты с небольшой жирностью каким-то образом влияют на набор или снижение веса. Я считаю, что продукты должны быть полноценными по своему составу, в том числе по жирности. Потому что молочные жиры помогают нам усваивать многие витамины и многие вещества. Поэтому я бы не рекомендовал людям делать выбор, пользуя безжигных продуктов. Я считаю, что продукты должны быть полноценными. Если только доктор не велит. Да, да. Если только есть какие-то конкретные рекомендации врача, тогда, конечно, нужно им следовать. А для всех обычных людей, я считаю, это нецелесообразно. А тренд какой всё-таки? Вы тоже замечали, что был этот спрос на пониженную жирность, а сейчас что? Ну, у нас не так много представлено в линейке продукции с пониженной жирностью. И мы пока не планируем введение подобных продуктов. У нас есть творог 3-процентный, мы считаем, этого достаточно. Есть молоко 2-процентное, я считаю, что меньше смысла нет. Потому что это уже молотом сложно, наверное, будет назвать. Но кефир, у нас и так жирность, я считаю, небольшая. И никаким образом она не может повлиять. Не планируете? Да, не планируете. Продукция кировского молочного комбината – это такой традиционный образец высококачественной кировской молочки, что называется. Мы помним и часто сталкиваемся с тем, что наши земляки просят привезти кировскую молочку, если кто едет из региона. Мы знаем, что на всех практически выставках и бизнес-форумах, где есть стенды, представлены о продукции кировского молочного комбината, и география продажи продукции молочного комбината, она не замыкается кировской областью. Какие-то регионы еще присоединились ли, вошли ли в ваш портфель, как изменились, может быть, объемы поставок, где у вас сейчас максимальное потребление. Ну, максимальное потребление – это, конечно же, Кировская область. Дальше идет у нас Республика Коми, у нас с ними давние налаженные связи. Туда осуществляются в том числе и вагонные поставки. Мы поставляем продукцию и Молоненецкий автономный округ. Тоже у нас там вагонные поставки, такие хорошие объемы. Потом мы развиваем регионы ближайшие, то есть это Пермский край. В ближайшем будущем планируем также прорабатывать Республику Тударстан. Мы там уже представлены давно, также в набережных Челнах. Вот сейчас планируем выйти на Казань. У нас есть продажи в Костромской области, в Охрангельской области. Там мы тоже планируем расширение географии продаж и выходы в другие сети. Также у нас появился покупатель из Нижегородской области, что очень так радует. И надеемся, я думаю, в будущем мы увидим все-таки на Московской области Курп Москва. Что дает вам надежду или уверенность, может быть, что вы будете захватывать такие серьезные регионы, как Москва и Московская область? И Казань. Ведь мы не секрет, что в Татарстане расположены крупнейшие перерабатывающие предприятия, принадлежащие международным холдингам, которые, кстати, поучаствовали в темпинге закупочных цен на молоко в этом году. И мы знаем прекрасно, как тяжело попадать на полки вот этих регионов. Ну, прежде всего, это, конечно же, качество нашей продукции. То есть оно доказано на высочайшем уровне. Вот любые проверки мы готовы пройти. Ну и, конечно же, это самый наш такой козырь, это дегустация. То есть мы привозим нашу продукцию и просто предлагаем ее попробовать. Люди ее пробуют и понимают, что, да, действительно, она вкусная, качественная и готова с нами сотрудничать. Мы подводим итоги года работы Кировского молочного комбината. И как это принято в бизнесе, поговорим сейчас о налогах и объемах продукции, об экономических показателях предприятий. Про налоги. Во-первых, где вы их платите? Про налоги. Ну, мы зарегистрированы в Кировской области и платим все налоги здесь. По поводу объема налогов мы за 11 месяцев уже было начислено 975 миллионов 708 тысяч налогов, что превышает показатель прошлогоднего периода на 8,21%. То есть мы относимся к крупнейшим налогоплательщикам и платим все налоги здесь. Я думаю, за год у нас показатель переварит через миллиард, а если там взять все наши дочерние организации, я думаю, ну, более полутора миллиардов налогов мы заплатим. Значит ли то, что вы платите все больше налогов, что у вас растут и финансовые показатели, и увеличивается производство? Финансовые показатели, да, также у нас увеличиваются. За 11 месяцев выпуск товаров-услуг в фактических ценах составил 4 миллиарда 884 миллиона 504 тысячи рублей. Увлечение небольшое, но 0,61%. Ну, наблюдаем мы также снижение, значит, по цельномолочной продукции и кисломолочной продукции, и у нас было увеличение по сливочному маслу и сухому молоку. Вот, кстати говоря, история с сухим молоком. Очень удачно, судя по всему, в свое время было принято решение поставить линии по производству сухого молока на вашем предприятии. Как я помню, мы разговаривали с вашим папой Василием Куприяновичем Сураевым в свое время. Это было в том числе связано и с тем, что очень нестабилен рынок. То затарка, то фальсификат, то еще что-то. И по сухому молоку он тогда говорил, мы вот делаем ставку, в общем, на этот продукт, и вы сейчас говорите, что по нему растут обороты. Как вы используете это сухое молоко? Продаете или только для собственных нужд? Ну, производство у нас сухого молока очень небольшое, для собственных нужд столько мы не потребляем. Мы вообще за всю историю комбината ни разу не покупали сухое молоко никогда и ни у кого. Производили его только сами. Для чего мы его используем? В своей деятельности мы используем только в тех продуктах, где это предназначено по рецептуре. То есть это как раз вот йогурты, там в составе есть сухое молоко. Ну, это по ГОСТу так предназначено, что если в продукте нет сухого молока, то он йогуртом называться в принципе не может. Все остальное сухое молоко мы успешно реализуем крупнейшим международным компаниям. Вот в этом году, когда сначала был обвал цен на сухое молоко, и много различного молока завозилось из Белоруссии, и под видом белорусского заходило тоже непонятное происхождение молоко по очень низким ценам. Это, конечно же, очень негативно сказалось в целом на рынке молочном в России. Вот. Мы, между тем, прошли успешные аудиты в нескольких международных компаниях, и сейчас спрос на наше сухое молоко превышает нашей производственной мощности. У вас заказов больше, чем вы можете производить. Да. В связи с этим какие планы по развитию этого направления? Ну, будем максимально загружать производство, будем максимально обеспечивать те заявки, которые к нам поступают. Вы делаете сухое молоко из собственного продукта, потому что у вас ведь кроме переработки большое производство, да? Сколько ферм всего по производству молока? У нас 10 собственных агроферм, это более уже 12 тысяч доинестада у нас. Мы занимаем шестое место в России по производству сырого молока. То есть мы на 80% уже сейчас обеспечены собственным сырьем. Планируем к 2023 году показатель этот достичь 100% обеспеченности собственным сырьем. Поэтому там разговоры о том, что мы там кого-то что-то там покупаем, какое-то сухое молоко там или еще что-то, но это просто беспочвенное. И в принципе у нас есть план развития наших агроферм, мы его успешно реализуем. Там у нас ведется строительство и реконструкция. И в этом году запускались объекты, и в следующем году у нас планируется запуск новых объектов. Поэтому мы тут и растем, и увеличиваемся, и увеличиваем надои молока. Они у нас выше, чем по Кировской области в нашем хозяйстве. За счет чего? За счет кормов. За счет кормов это сбалансированные корма, которые позволяют добиться высоких надоев у животных. Разве кормовая база и рецептура не одинаковы для всех? Доступны же все, наверное, сейчас и корма, и все рецепты. Как вам удается на этом выигрывать? У нас есть отличная служба наша на комбинате. Они занимаются подбором кормов и разработкой всей этой системы. Поэтому мы даем рекомендации нашим агроферам, они их исполняют, и видим отличные результаты. Приятно так говорить о своей службе, которая дает результаты, и вы на них рассчитываете. Совершенно обоснованно. Вы сказали, что вы и в этом году, и в следующем году расширяете сеть своих ферм, непосредственно производство молока. В 2017 году Василий Куприянович Сураев озвучил планы по расширению производства. Он говорил, что будет производиться строительство заводов в Зуевском и Орловском районе. Нынешняя экономическая ситуация, насколько позволила вам действовать в направлении этих планов? Насколько они исполнены? Что вы построили конкретно? Строительство новых объектов – это такая очень долгосрочная перспектива, потому что нужно очень много работы провести до этого и в процессе реализации. Поэтому планы у нас эти остались. По Зуевскому проекту мы сейчас начинаем подготовку проектной документации. По Орловскому проекту, я думаю, мы пока не будем торопиться, потому что там есть проблемы с энергообеспечением. Мы работаем там на мазуте и развивать площадку, в которой отсутствует газификация, в нынешней ситуации немножко экономически нецелесообразно. Да, мы с вами говорили про это, что очень низкий уровень газификации нашего региона – это серьезная проблема для развития бизнеса и, значит, обеспечение рабочими местами людей в районах области. Да, хотя рыночная ситуация требует и возможности у нас есть по увеличению реализации полутвердых сыров и в нашем регионе, и в других регионах. Но, к сожалению, пока мы думаем, планируем, может быть, это будет другая площадка, может быть, на той площадке мы что-то сможем сделать. Но пока мы немножко притормозились. Не так давно ведь были встречи с «Газпромом» по этому поводу в том числе. «Газпром» говорил, что будет активизировать свою деятельность в газификации области. Вот что касается непосредственно тех районов, где вы собирались строить свои предприятия, о них шла речь? В планы вас включают? Не ваши конкретные предприятия, а вот те районы, те населенные пункты? Ну, к сожалению, пока города Орлова в плане газификации нет. Мы его не видим. И если ситуация поменяется, мы, конечно же, готовы рассмотреть и инвестировать в ту площадку значительные средства. Да, по Орлову отдельно мы говорили тоже в наших эфирах, я помню прекрасно. И здесь, конечно, большая заинтересованность требуется региональных властей для того, чтобы максимально смочь посотрудничать с «Газпромом». Ведь не так далеко Орлов находится даже от областного центра и от трасс федеральных не так далеко. Но вот как-то всё не идёт, а это очень важно, потому что это же важно в связке с выживанием, собственно говоря, самих населённых пунктов, которые находятся в глубине региона. Я знаю, что в Орловском районе вы работаете, как и в других районах, очень серьёзно занимаясь социальной сферой и социальным обеспечиванием своих сотрудников. Давайте немного об этом поговорим. Расскажите, пожалуйста, о тех программах, которые вы реализуете для того, чтобы ваши сотрудники чувствовали себя комфортно. Чем вы их обеспечиваете для того, чтобы они доезжали до своих рабочих мест? Что у вас на предприятии в этом смысле реализуется? Ну, если о нашем предприятии говорить, то у нас есть различные меры социальной поддержки и молодым семьям, и вообще сотрудникам всем, и ветеранам. Если говорить об агрофирмах, то там для них строится и жильё предоставляется. Поэтому условия создаются максимально комфортно для того, чтобы люди могли работать и полностью отдаваться своему делу. Приведите пример. Примеры чего? Вот максимально комфортных условий. Легко сказать, что мы создаём максимально комфортные условия. А что конкретно вы делаете? Ну, допустим, на Кировском молочном комбинате. Ну, допустим, у нас есть программа по поддержке молодых семей. Что это значит поддержка молодых семей на Кировском молочном комбинате? Выплачиваем работникам, у которых есть дети до трёх лет, определённую сумму ежемесячно. То есть, в дополнение к их заработной плате. Потом отправляем детей в детские лагеря, дарим новогодние подарки. Потом предоставляем возможность съездить работникам, и в том числе вместе со своими детьми, в санаторий. Потом, ну, у нас много на самом деле действующих положений, так вот в семье не вспомнить сразу. Вот мы сейчас про молодых поговорили. Давайте проговорим про людей пенсионного возраста. Вы о своих пенсионерах помните? Конечно. У нас есть наша ветеранская организация, которой мы также помогаем. Ежегодно выделяем, я считаю, значительные средства на поддержку пенсионеров. То есть, им и к праздникам различным выделяются определённые суммы. Мы выделяем им сливочное масло, выдаём несколько раз в год, дарим подарки, проводим для них мероприятия. Люди приходят снова на предприятия, им важно знать, что они их помнят и их чтят. Да, да, да. Их чтят. А что касается программ, которые работают или приходится, может быть, даже реализовывать, потому что в районах области ситуация, конечно, сложнее, чем в городе Кирове. Прежде всего, это связано с инфраструктурными проблемами, которые существуют. Что касается районов области, там во что вкладывается предприятие для того, чтобы повысить комфортность труда своих сотрудников? И жизни, может быть? В районах области мы участвуем и в инфраструктурных проектах, то есть, помогаем ремонтировать дороги, помогаем ремонтировать школы и детские учреждения. Всячески помогаем, чем можем. Помогаем проводить различные конкурсы. В ПМИ участвуете, обращаются к вам с проектами поддержки инициативы? Да, к нам обращаются, и если это, так скажем, населенный пункт находится там в ведении нашей агрофирмы или нашего отделения, мы, конечно же, принимаем участие в этом. В 85-летии отметил комбинат, и это серьезный такой возраст, не только для человека, но и для предприятия. Как отмечали? Ну, мы на самом деле не стали очень масштабно отмечать это мероприятие. Вот, ну, собрались, так скажем, с сотрудниками, поздравили всех, обсудили, вручили награды заслуженным работникам. Это были награды и наши предприятия, и администрации города, и администрации области. То есть, вот так. А, еще проводили мы конкурс. Конкурс на лучшее видео. Это к юбилею? К юбилею, да, приурочено было к юбилею, и вот наши сотрудники сделали такое, я считаю, шедевральное просто видео, они сочинили песню, вот, сняли видеоклип, всем очень понравился, мы сейчас с удовольствием его всем нашим гостям, которые приходят, этот видеоклип показываем. Решение отметить юбилей узким кругом, а не устраивать большое какое-то мероприятие, почему было принято? Ну, в связи с тем, что осенью пьяность ушел из жизни, у нас было такое решение, что в течение года мы не будем как-то там пьязно отмечать какие-то события. Да, и это важный, на самом деле, момент, который, наверное, тоже нужно отметить в этом году. К сожалению, и это была большая трагедия, и не только связанная с вашим предприятием, уход вашего отца из жизни. Василию Куприяновичу очень частый гость был нашей студией, он очень активную позицию занимал в общественной жизни региона, очень активную позицию занимал в ОЗС, в областном законодательном собрании, где был одним из самых ярких спикеров и таким непримиримым, несоглашателем однозначно. Он очень серьезно поднимал вопросы, связанные с сельским хозяйством, с аграриями и с людьми, которые живут в районах. И поэтому, конечно, его уход, он был такой, ну, уверена, что и для вас, конечно, удар, а для вас, для его сына тем более. Но с его уходом было связано очень много слухов, которые вы не могли не замечать про предприятия, которые ходили. Вот оно и закроется, да вот они не справятся. Но всегда, когда такой сильный управленец стоит во главе, да, всегда находится много людей, которые спекулируют на этой теме. И вам наверняка задавали такие вопросы. Вот я не замечала в эфирах, что вы вообще хоть как-то реагируете на подобные спекуляции. Но, наверное, было тяжело через это пройти. Ну, сейчас, в конце года, прежде всего, коллектив уверенно стоит на ногах, спокоен, он понимает, что они не остались бы с головой. Ну, я думаю, в коллективе у нас все спокойно, у нас подобралась отличная команда специалистов, вот, и самая большая ценность нашего предприятия, конечно, наши кадры. То есть, это люди все высокопрофессиональные, и, считаю, в трудной ситуации они все сплотились, вот, и, в принципе, все поставленные задачи они выполняли. Вот, за что я им большое спасибо. Вот, ну, в целом, конечно, это непростой, так скажем, был год. Вот, и событие такое, конечно, немножко выбило нас из колеи сначала, вот, но потом все-таки мы все сплотились и начали работать на общее благо. И там все спекуляции по поводу того, что мы там закроемся, продадимся, ну, это не более чем слухи, потому что команда у нас сильная. Управлять у нас есть команда, вот, и я думаю, мы будем достойно продолжать дело, которое начало Василий Куприянович. Да, ну, вот, то, о чем вы рассказываете, даже сухие цифры подтверждают, что Василий Куприянович, уйдя, оставил команду работающую. Это не было предприятие одного человека. Он создал команду, она работает, бизнес твердо стоит на ногах. Прервемся, у нас небольшой перерыв, и вернемся в эту студию с итогами годы Кировского молочного комбината и Федором Сураевым. Итоги года мы подводим с Кировским молочным комбинатом. У микрофона работает Светлана Занько, и я общаюсь с заместителем генерального директора КМК Федором Сураевым. Вот мы с вами и подошли к политической деятельности, которая тоже является традиционной в вашей семье. После ухода Василия Куприяновича вы заняли его место в областном законодательном собрании, и это был такой вызов. Надо сказать, что пристально следили и за этой вашей деятельностью очень многие люди. Нашим слушателям довелось следить за ней через программу «Особое мнение», куда вы регулярно приходили раз в месяц, как ответственный спикер. И можно было проследить, действительно, как вы растете в этой области. Хотя, вы знаете, когда речь идет о бизнесе, о семейном бизнесе, куда деваться с подводной лодки, говорят иногда. Это, там, хочешь, чтобы все работало, ты должен впрячься и работать, занять это достойное место и показать, что ты будешь все делать, чтобы и семья, и люди, которые работают на предприятии, не пострадали. Но политическая деятельность – это все-таки выбор личный. Это туда никто не гонит, кажется нам. Хочу, не хочу, хотя мы понимаем прекрасно, что, конечно же, вот особенно в вашей отрасли, когда у вас предприятие расположено в районах, где ситуация разная и очень часто тяжелая, сельское хозяйство всегда лихорадит. И в любой стране, мы это видим по забастовкам в Европе, пожалуйста, нескончаемым, по-моему, никогда они не прекращаются. Мы знаем, что оно требуется. Субсидирование очень часто, это отрасль. Цены лихорадят, там, они туда-сюда скачут. Мы понимаем, что, конечно же, деятельность в законодательных органах, она может помочь в этом смысле. Надо влиять людям, знающим, на эту деятельность. Почему вы, Федор, сделали этот выбор? Почему вы все-таки приняли это решение в тяжелой ситуации, когда много чего нужно было принять на себя и пойти в политику? Ну, пошел я в политику немножко раньше, да, выборы были в 2016 году. Вот, тогда мне предложили, я немножко подумал, конечно, но все-таки согласился, потому что, ну, принял для себя решение, что нужно, там, куда-то двигаться дальше, ставить какой-то, не знаю, след в истории, сделать что-то хорошее, там, не только для, там, своих сотрудников, там, подчиненных, там, но и для общества в целом. И стараюсь этому следовать. А потом, когда так сложилось, что предложили также возглавить фракцию в законодательном собрании, тоже, конечно, подумал сначала, ну, вот, и здесь вот, за и против, но и так подумал, что, ну, кто, если не я? Федор, ну, это же страшно, после такого серьезного лидера, которым был ваш отец, занять это место. Ладно на предприятии, но здесь публичная сфера, все на вас смотрят, и очень многие недоброжелательны. Ну, пусть смотрят, недоброжелатели они всегда есть. Вот, я не боюсь трудностей, в принципе, вот, поэтому решение такое принял, и буду им следовать. Этот год вас не разочаровал. Вы очень активно выступали на всех практических заседаниях ОЗС, стояли на трибуне, вы говорили очень жесткие вещи, которые противоречили часто тому, за что большинство голосует. Ну, кто-то должен высказывать позицию, которая будет, там, полярно-официальной позицией, там, или позиции большинства. Я все-таки стараюсь придерживаться тому, что должны приниматься решения в интересах большинства, жителей Кировской области и России в целом. Вот, и этот год, не знаю, меня, конечно, в этом не разубедил. Я считаю, что борьба будет продолжаться, и в следующем году у меня есть некоторые замыслы, задумки. Я думаю, еще больше буду выступать, и еще больше предложений буду вносить, как и на местном уровне, так и на федеральном уровне буду выходить с инициативами. Вот, все это у меня и в планах есть. Будем работать. Но это касается непосредственно вашей отрасли, сельскохозяйственной или разных? Это разных отраслей. Разных, да. Задумки разные. Нет, все увидите. И улыбается сейчас при этом Федор. Это значит, что действительно эти задумки идут из глубины души и сердца, и продуманы они как следует. Но, вот, кстати говоря, конечно же, когда крупная промышленность, когда большой бизнесмен, он не может не понимать, что он работает в том числе и с правительством. Но сельское хозяйство еще раз. Это отрасль, которая, ну, никак невозможно никаким краем обойти. И мы вспоминаем сразу же про программу «Миллион литров молока», которую декларировал губернатор Кировской области Игорь Васильев. И она тоже очень много обсуждений вокруг себя собрала. Прежде всего потому, что до сих пор непонятно, где она прописана, на кого она рассчитана. Потому что она уже появилась, просто устали держать руку на пульсе. Мы с вами как-то говорили весной, по-моему, что не видел ее никто, эту программу, еще пока. И я у вас еще раз в конце года спрашиваю, как у человека, который представляет молочную отрасль, стало ли понятно и участвуете ли вы в этой программе «Миллион литров молока»? Ну, мне на самом деле до сих пор непонятно, что это за программа и какими методами будет она реализована и для каких целей вообще она создана. То есть, ну, просто так заявить о том, что там будет миллион тонн или там два миллиона тонн, ну, это так простые слова, да. Нужно понимать, где эта молока будет прежде всего переработана и потом, где будет реализована эта продукция. Потому что, ну, извините, область у нас не резиновая, да, там удвоить количество населения там за несколько лет мы не сможем, я думаю. Вот, рынки сбыта, ну, на Россию уже поделены, но, в принципе, есть возможности для развития. Но это должен быть качественный продукт. Если это будет заходить какой-то новый игрок, либо какой-то крупный федеральный игрок, ну, у них сейчас, насколько я знаю, идет снижение, вот, там, реализации продукции. И я не думаю, что для них это будет интересно. Для местного игрока, ну, рынки уже поделены, там, в два раза не накормишь человека, да, больше. Вот, поэтому, не знаю, для меня это немножко сомнительный пока такой проект. Ну, это говорит о том, что предприятие не участвует пока в этой программе. Ну, я как таковую программу не видел. У нас есть собственная программа по развитию, я вам уже говорил, что у нас есть цель выйти на стопроцентную обеспеченность по собственному сырью. Вот. Дальше я уже, ну, смысла развития там сырьевой базы я не вижу. Угу. Хорошо. И, все-таки, ваш прогноз на будущий год. Этот год плохо начинался. Мы уже упоминали об этом. Начинался плохо, закупочные цены на молоко рухнули ниже, ниже чего бы то ни было. Некоторые, даже фермеры, говорили о том, что они скармливали молоко телятам, потому что невозможно было его продать, покупали ниже себестоимости и везти не было смысла никакого. Очень серьезное и тяжелое было начало года. Сейчас с чем мы входим в новый год 2019? Ну, сейчас, на самом деле, ситуация стабилизировалась. Я думаю, тяжелое было не только там начало этого года, но до середины, наверное, такая ситуация продолжалась. Вот мы, мы как предприятие, самое последнее, наверное, снизили закупочные цены и то оставили на таком приличном уровне, который позволяет и сельхозподприятиям, и работать в плюс, и развиваться. Вот, потому что у нас политика ценообразования для всех одинаковая, и для нашей фермеры, и для сторонних поставщиков. Вот, ну, в этот год мы входим, в принципе, ситуация нормальная, белорусское там сухое молоко пока закрыто для российского рынка. Вот, я надеюсь, ситуация продолжится, но если она поменяется, конечно, опять, я думаю, будут негативные колебания, и все возможно. Все возможно, сложно прогнозировать, это уже зависит от работы и позиции нашего правительства. Вырастут ли цены на молочную продукцию в следующем году? Ваш прогноз? Наш прогноз? Возможно, возможно. Но вот хотел бы также отметить, вот, про цены на молочную продукцию. Ну, мы в этом году ни разу не повышали цены на молочную продукцию, и там то, что цены регулярно меняются в торговых сетях, но это уже вопрос к торговым сетям, потому что чаще всего они ссылаются, что вот, там, поставщики поднимают цены, ну, извините, друзья, это неправда. Вот, цены мы держим весь год стабильные, ни разу не повышали, вот, и то, что происходит в торговых сетях, это полностью на их совести и под их ответственность, так скажем. Вот, а если покупатели хотят по, там, жить по нормальным ценам приобретать нашу продукцию, пожалуйста, приходите в наши фирменные магазины. Да, у вас же есть свой фирменный магазин. Надо поздравить кировчан с наступающим Новым Годом, он совсем не за горами, вот уже меньше недели осталось. Пожалуйста, у вас есть минута, чтобы это сделать. Дорогие кировчане, поздравляю всех вас с наступающим Новым Годом и Рождеством Христовым. Хочу всем пожелать, прежде всего, добра, удачи, успеха, улыбок, хорошего настроения, конечно же, крепкого здоровья. Пусть в ваших семьях всегда будет тепло и уютно, мира вам и добра. Спасибо. Это был Федор Сураев, заместитель генерального директора Кировского молочного комбината. С итогами года предприятия я присоединяюсь к поздравлению. Меня зовут Светлана Занько. Всем хорошего, замечательного, доброго наступающего Нового Года.